В среду ивановские коммунисты добавили серым тонам площади революции и ярких красок. В областном центре сторонники КПРФ провели пикет в поддержку однопартийцев из других регионов. Губернаторы Иркутской области Левченко, главы Хакасии Коновалова и Павла Грудинина, директора совхоза имени Ленина, известного своим участием в президентской гонке 2018 года. Последние месяцы на территории, точнее в федеральных каналах идет массированная травля, массированное фактически уничтожение их как людей, их как личностей с явным негативным фоном. Хотя никто не информирует о тех успехах и тех достижениях, которые были достигнуты в этих регионах. Красного губернатора Сергея Левченко критикуют после стихийного бедствия в возглавляемом им регионе. Летом север Иркутской области полыхал в огне, а в Тулумском районе произошло сильнейшее наводнение. Жители пострадавших территорий добиваются выплат за утраченные имущества. Это вот наводнение, которое состоялось, да, это была не трагедия региона, в принципе, это была общемировая трагедия, потому что количество по квадратным, скажем так, метрам, это впервые в мире вообще такое наводнение было. Это, ну, если раньше собирали, скажем так, гуманитарную помощь, в том числе и наша страна, в различные страны, то в этот раз как-то все закупорили и пусть губернатор расхлебывает все один. Почему вылезло это все на федеральный уровень? Потому что мы видим, что по итогам прошедших избирательных кампаний 2018-2019 года оппозиция все больше занимает мест, а это как один из показателей того, что не надо голосовать за оппозицию, с вами будет то же самое. Губернатор Коновалов победил на выборах в Хакасии год назад, обойдя прежнего губернатора Единороса. Регион этот всегда считался депрессивным. Накопились долги. К ответу призвали нынешнего главу. Практически все недра добываются именно в республике Хакасия, и они сегодня вынуждены фактически вымаливать деньги у министров нашей Российской Федерации, хотя тоже получают определенный блок. Что же касается Павла Грудинина, коммунисты, которые своими глазами видели жизнь совхоза, называют его сбывшейся мечтой и островком социализма. А все скандалы вокруг него – провокацией и размыванием повестки общероссийских проблем. Павел Николаевич сам говорил, что лично давал президенту России Владимиру Владимировичу Путину полностью проект, как можно, допустим, в наши условия, непосредственно при тех же самых документах, при тех же нормативной базе, создать такой же островок, так сказать, чистоты и благополучия, где простой человек может получать хорошие деньги, хорошо жить, отдыхать с семьей и тому подобное. Создается впечатление, что наша так называемая власть просто не хочет, чтобы мы, простые граждане всех регионов, не обязательно там Ивановской области, они просто не хотят, чтобы мы хорошо жили. Вот и все. Хотя основная задача государства – это благоустройство и жизнь, так сказать, простого населения, в первую очередь, а не кучки там приближенцев. Митинги и пикеты в настоящее время проходят во всех регионах страны. А 14 декабря ивановские коммунисты готовятся присоединиться к всероссийской протестной акции с теми же лозунгами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.